Противодействие коррупции – главная тема круглого стола, который прошел сегодня в прокуратуре республики. В нем участвовали представители органов власти, Народного фронта, средств массовой информации. Старший помощник прокурора республики Радмир Баташев отчитался по итогам работы в сфере противодействия коррупции и ответил на интересующие вопросы. Подробности у Али Баташева. Коррупционные процессы были выявлены в текущем году в бюджетной сфере, о государственной муниципальной службе, предоставлении государственных муниципальных услуг, распоряжении государственной муниципальной собственности. Всего за пять месяцев текущего года органами прокуратуры выявлено свыше 1500 нарушений антикоррупционного законодательства. В этом году возросло и количество приятных мер прокурорского реагирования, принесенных протестов, исков, представлений. Среди выявленных нарушений два факта приобретения имущества на неподтвержденные доходы. Согласно закону, покупка имущества не должна превышать доход за три года предшествующих проверки. Если общий доход за три предшествующих года составлял около трех миллионов рублей, то данным лицом были приобретены автомобили, такие как Мерседес, Тойота, Лексус, превышающие в два раза подтвержденный доход данного должностного лица. Другим должностным лицом также Министерства внутренних дел был приобретен автомобиль Тойота Камри на неподтвержденные доходы. По данному факту прокурорам республики внесено представление министру внутренних дел. Министрам внутренних дел назначена инициирована процедура контроля за расходами лица. В ходе проверок прокуратуры выявлялись факты неприятия мер по возникновению конфликта интересов и другие нарушения антикоррупционного законодательства. Когда в одном министерстве практически близкие родственники находились в прямом подчинении, установлен факт, когда один из чиновников министерства курировал предпринимательскую деятельность своего близкого родственника. При том, что в обязанности данного должностного лица как представителя министерства входило, он должен контролировать целевое использование выданных данному лицу грантов субсидии. Знаете, я привожу наиболее яркие примеры. Основная масса выявленных нарушений у нас касается вопросов предоставления недостоверных сведений о доходах. Как вы понимаете, это укрытие и домовладений, неуказание именно и автомобилей, и счетов в кредитных учреждениях. За пять месяцев текущего года 170 должностных лиц по актам прокурорского реагирования привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено четыре уголовных дела, касающиеся хищения бюджетных средств. Фактов регистрации объектов недвижимости и земельных участков на основании фиктивных документов в поселке Архыс и на территорию Рубского района. О проводимой работе в сфере противодействия коррупции выступили начальник управления главы республики по вопросам противодействия коррупции Абрека Джиев и представители Народного фронта. Когда мы видим явные нарушения, когда нарушаются права наши или наших родных и близких, но мы об этом говорим на кухне, но не говорим в официальном пространстве, не пишем, не обращаемся, не звоним, не сигнализируем, тем самым мы и прокуратуре, и другим органам власти просто руки связываем и не даём возможности разобраться в ситуации и действительно выявить и наказать виновных. Противодействие коррупции – это не только работа правоохранительных органов, но и всего общества, напомнили сотрудники прокуратуры. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.